Так, здравствуйте дорогие друзья, вернее, доброе утро. Мы с вами сейчас направляемся в маленький курортный городок под названием Фраинг. Фраинг находится от меня всего в 7 километрах. И это маленький лыжный курорт, тоже в горах здесь. То есть, зачем мы туда едем? Ну, пока, как бы, время путешествий еще не наступило, то есть, окрестности я вам уже показал. А мне бы хотелось съездить в один из магазинчиков там. Магазинчик называется Тедди. Тедди это известный магазин, где все товары начинаются от 1 евро, большинство товаров. Ну, потом идет 2, 5, 7. В общем, там все можно будет купить. Недорого. Что мне надо? Вы знаете, после вчерашнего разговора, мне захотелось попробовать, как же вы назвали это? Господи, фут. Блин, не вспомнил. Ну, короче, простейший такой фут, без разных наворотов. И я сегодня посмотрел, мне Оксана прислала там кое-что. Много прислала, молодец, спасибо Оксана. И, значит, я посмотрел, как снимается такое. И пришел к выводу, что, ребята, моя кухня... Давайте я вас лучше разверну. Посмотрите лучше природу, чем меня. Моя кухня совершенно подходит для этих целей. Понимаете? С утра сразу встал, попробовал, посмотрел. Освещение у меня слева от окна идет все правильно. У меня большая кухня. И самое главное, у меня передвижной небольшой барная стойка небольшая, на которой все можно такое простенькое разложить. Для нее не надо большой площади, где укладывать там лук, капусту, я не знаю чего, делать натюрморты. То есть, обычный, так вот, сказали, фут без лишних наворотов. Так, это бир-хюте. Это пивной домик. Хюте – это маленькая хижина, то есть пивная хижина. Летом съездим. Найдем, где тут пивная хижина. Вот, очень красивая, конечно, сегодня яркая. Погода такая будет, уже видно, голубое небо. Здесь небо высокое, в отличие от Нортр-Анвисфаля, где она такая всегда низкая, такая приземистая. Облака идут по этому, чуть не по земле тащатся здесь. Нет, здесь все так это, красяненько. Так, сейчас будем поворачивать. И что мне надо в этом магазинчике? Я знаю, что в этих магазинчиках продают, как бы, такие горшочки с искусственными цветами. Вот. Я терпеть не могу искусственные цветы. Но, когда они на заднем фоне размытые, то создается полное впечатление, что вот что-то там цветет. И это хорошо, это очень сильно украшает. Пусть это не натюрморт, пусть это этот фуд, вспомню потом, как он называется. То есть, я буду создавать, не имитаться, на самом деле я буду снимать на кухне. Единственное, что я буду правильно работать со светом. То есть, идем с вами использовать окно, солнечный свет и, возможно, отражатели. И, не отрицаясь, что, возможно, где-то придется еще и подсветить там какими-то моими вспышечками. Сочетать вот этот и этот свет. Ну, посмотрим. В общем, это очень интересно. Так, здесь 80, да? Ну, давайте поем 80. Здесь мы не уступим. У нас уходит эта дорога. Чего же мы будем уступать местным? Нет. Тут мы сейчас поедем и помчимся по дороге утром ради. О, как подходит. По дороге утром ради. Но пока едем прямо. Вот то, о чем я вам говорил, ребята. Здесь, как бы, если внутрь Анвестфаля не кончаются города, то есть город за городом, город за городом, то здесь деревеньки за деревеньками. То есть одну проехали, во вторую въехали, еще одну проехали, во вторую въехали. Замечательно. Во многих этих деревенках... Вот дорога прямо на праву. Во многих этих деревеньках, деревеньках, фирмы такие, как Босс, как БМВ и так далее, располагают свои маленькие предприятия. Допустим, в такой деревне может БМВ собирать карбюратор. Поэтому здесь нет безработицы. Очень грамотно все построено. Очень грамотно. Мне нравится. И здесь действительно недостаток рабочей силы. Простой рабочей силы, особенно. Так, 60. Даем 60. Востребована она. Так, в Лидл нам надо тоже заехать. Я хочу взять петрушку и мелкий лук. Сейчас посмотрим. Так, я купил базилику. Лучок мелкий-мелкий. И петрушечку вагону. Парсля. Петрушка. И один брыцель. Чисто баварский, да? Для чего? Я вам объясню, ребята. Дело в том, что я сегодня хочу приготовить... Секунду. Чтоб не падал. Я хочу сегодня приготовить баварское блюдо. с красной капустой, со всеми прибамбасами. Ну, и вот для этого мне это нужно. И что нам необходимо бы прикупить в этом теде? Значит, надо себе напомнить еще раз. Я хочу какие-то чашечки на завтрак, допустим, если завтрак буду показывать. Кружечки таки беленькие. Так. Как я сказал, цветок. Если удастся, небольшую такую салфеточку в клеточку или синюю, или в красную. И желательно такую черпалочку с дырдочками, друслачок. Вот это нам надо с вами. Ну, и там посмотрим, может быть, еще что-то. Вот сюда нам с вами надо. Пишет, что один километр. Ну, правильно, здесь все близко. Ребята, мне это так радует, что настолько все поблизости, не надо ездить по заснеженным степям. Но если дорога сухая, то без проблем. Без проблем. Дело в том, что если вы живете в городе, то, допустим, в тот же магазин вам все равно надо ехать. Так же вам надо ехать километры наматывать, только по городу. А здесь напрямую даже бензина меньше тратится. Я вот за полтора месяца даже 20 литров не потратят. Ну, я никуда и не езду. Так, вот сюда нам надо. Правильно, да? И вот сейчас мы будем въезжать в этот городок. но, к сожалению, мы его не посмотрим сегодня, потому что у меня нет цели на прогулку. У меня есть цель, чтобы мы с вами прикупили то, что нам надо. Но мы еще не раз здесь побудем. Я вам обещаю. Побываем. Не побудем, а побываем. Все, как правило, большие городочки или поселки городского типа, они как-то на самом верху всегда располагаются. вот сейчас дорога пойдет в гору. И в этот магазин я возьму. то есть в Лиду мы с вами уже были не раз. То есть ничего здесь такого нового нет. Вот фраинг. Заправка, бензин. Ну, пожалуйста, вот вам 127. На елке банка. Это же прелесть. Дверь не закрыта. Товолит. 600 метров. Здесь уже дома немножко другие. Я помню, что этот магазинчик где-то справа. Вот надо будет не проехать. Вот он. Магазинчик. А как к нему подъезжать? Интересно знать. Тут есть какая-то стоянка парк. Вот этот фуэровый магазинчик. Так, пошли. Ну, всякие горшки и прочее дребеденьку я уже вижу. Вот стоят. Ну, нам надо с цветами. Так, что только здесь нет. Может, салопиную шляпку прикупить не надо? Нет, не надо. То есть всякая мелочевка, которая может понадобиться, да, но нам интересного пока ничего нет. Вот интересная какая-то штукинца такая. Так, ладно, мы пойдем сейчас здесь все по одному в магазин. Это уже фешин, наверное, всякие разные. Фешин это канава. Тут смотрю, яйца. На Пасху уже что-то можно приобрести. Ну, пошли. Алло. и мы сразу идем вот сюда. О, сколько много мишек разных. по-моему, по-моему, рисовать 40 евро. Ух ты, дорогой собак. Так, вот эти искусственные цветочки. Но нам надо как бы горшочки. Будем искать сейчас. Если нет, то придется какую-то композицию делать, чтобы вот горшочки я там вижу, лежат. Здесь разные букетики. Вот, допустим, видите. Ну, можно будет что-то собрать, если что. Или вот готовый, допустим, да, ну, такой слабенький. Всяком случае, я думаю, что что-то мы здесь выберем. Так, пошли дальше. Ну, интересные тарелочки, чашечки, камушки, ну, все, что хотите для декорации, в общем-то, это рай. Так, вот, тоже цветочки. И мне надо побольше, это маленький себе. Тут есть и детские игрушки, и взрослые игрушки, то есть для детей, для взрослых, для хозяйства. Тут есть все. И все очень фактически недорого. Так, сейчас мы пойдем в хозяйство, стараюсь не трясти и вам тут все показывать. Так, хорошо. Так, я не ожидал здесь увидеть, но, как видите, веселые какашки продаются. копилка. Чудно. Вот мы находимся в хозяйственных товарах. Отлично. всякие горшочки, стаканчики. Ну, в общем, я, ребят, сейчас вас отключаю, чтобы не смущать продавцов здесь. Пойду поищу, а потом покажу, что я тут прикупил. Договорились? Так, ну, давайте посмотрим, что мы с вами прикупили. Ну, такую вазочку для цветов. Она всегда пригодится. Форма хорошая. Стоимость тут всего лишь, по-моему, 5 евро. Нет, даже 4. 4 евро это довольно-таки недорого. Так, потом вот цветочки такие мелкие я специально купил, чтобы издалека было не разобрать в эту вазу пойдут. Хорошо. Небольшую салфеточку такую. Я знаю, что вот этот рисунок такой вот. Он будет хорошо смотреться. Надо что-то стелить на стол, так просто поставить. Как-то ерунда получается, да? Ну, это было нужное, он говорил, чтобы те самые клетки поднимать. Вот. Ну, и вообще у меня на нее есть, ну, всего 1 евро стоит. На нее есть кое-какие съемка фуда, тоже здесь что-то можно положить, пар идет, красота. Так, потом такую вот маленькую плошечку для посолочного масла там или специальных каких-то. Так, так как у меня солю я в общем-то из какой-то пластмассовой чашечки, ну, для этого надо все-таки перец, соль, я думаю, должны быть вот в таких. Так, это Йенсман теперь хочешь, не хочешь пришлось купить деревянно. Хотя у меня есть дома, да, но там в Бонни, но за этим ехать вот здесь 5 евро стоило. Ну, и в конце концов мне надо навести порядок у себя в ящике, у меня вилки, ложки в разброс. Это я вот для себя купил. То есть потратил я 19 евро в моем положении это, конечно, не мало, но именно в моем сегодняшнем. Но я вам скажу, если бы мы поехали в нормальный магазинчик, мы бы заплатили вдвое, если не втрое. поэтому нормально. А так как вчера Людмила меня профинансировала на 20 евро, вот как раз, спасибо ей. Вот, Людмила, видишь, что я на твои деньги покупаю. Так, ну что, поехали домой. Все, едем домой. Ну, вообще-то я хотел только цветочки там, это купить. Но, понимаете, без вот этих маленьких атрибутов снимать будет все равно, мне кажется, сложно. или во мне это натюрморщик говорит, что все равно надо хоть немножко, но какую-то там выкладку сделать. Ну, ладно, посмотрим, ребята. Ну, во всяком случае, оно лишним не будет. Туда, ближе к весне, я в эту вазочку буду ставить, цветочки, допустим, салонка сперечницы, ну, в приличном обществе она должна быть, да, хотя, я говорю, я обхожусь обычными баночками, вот, сейчас, то есть, я теперь сторонник минимализма, по сути дела. Ну, вот, и смотрите, вот, потрачено 19 евро, ну, пускай откинем там две ненужные вещи, только для хозяйства, 15, да, вот, ну, и когда они окупятся у меня, я вам скажу, за сколько, за полгода, ой, ву, за полмесяца, ну, меньше чуть, скажем так, за неделю, но это если в общем брать, а посмотрим, сколько с фуда поглядим, насколько будет отдача с этого фуда теперь, сейчас приду специально, посмотрю, как он называется, так, повернем тут с вами сейчас отлично, ну, я говорю, вообще здесь вербя студия, вот, господи, близко, хорошо, и вот в Лидли разброс продуктов, выбор продуктов немножко побольше, чем в той норме, в которой я езжу, ну, пока меня удовлетворяет там, не будет удовлетворять раз, вот сюда приехал, туда 5 км, без проблем, так, хорошо, едем домой, хорошая и обещается всю неделю такая, я думаю, что работа лопатой мне в этой неделе не предстоит, что хорошо, хорошо, там лесовоз, впереди, и вот наш ориентир, вот там оооо, как гора вам не будет видно, потому что это далеко, мы туда едем, вот посмотрите, сколько здесь лесов, полей и рек, и все это в досягаемости, близкое от моего дома, мы будем с вами, конечно же, ездить, ходить по долам, по лесам, пока он не надоест, вы скажете, Эдуард, ну сколько можно, ведь это и природа, ну давай, что-нибудь такое урбанистическое, и тогда мы с вами поедем в город Пасау. Возьмем собаки с собой, уже будет лето, сейчас я его не беру, а к лету, да, будем с ним вместе путешествовать, мне нравится здесь ездить, если интересно, большая разница между автобаном, ну что на автобане увидишь, а здесь вот у тебя природа, деревушки, лес, елки, 50, давайте поедем, 50 и никогда не против, кстати, здесь какая-то речушка, я видел, что мост, если мост, значит речушка, это всегда хорошо, всегда есть место, где кто-то пойти, интересно сфотографировать, вот эти речушку, зверушку, нет, мы с вами здесь все потом разведаем, под салом 3 километра, ну что за будет 3 километра пешком могу поездить, или на велике быстренько, дрынь, 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 туда-сюда, да, тоже выход, так, там местное население ругается, здесь нет ограничений, а я-то с вами 60 километров потихонечку еду, так, вот, вот, доберем скорость чуть-чуть, оторвемся от местных, я здесь долго не буду местным, надо всю жизнь прожить, и то, наверное, не будешь, тем более номера меня выдают, у меня бунские номера, я пока их хочу оставить, не хочу видеть, штраф придет, если за превышение скорости, или еще что-нибудь, придет на старый адрес, жена перешлет, все дело, всегда есть две недели времени чтобы оплатить, и нет, столь едет спокойно, не напрягаясь, но сейчас надо уже притормолить, потому как наш поворот Сейчас мы попробуем с другой стороны деревни заехать. Мы с одной стороны едем, сейчас с другой стороны и макаровника поедем, он закрытый, но запах идет, запах идет. Мы едем, едем, едем в далекие края, все мои соседи, зеленые друзья, или как-то так. Зелененькие, 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 красота. Так, вот, говорят, что скоро сворачивает. Золор, ехали. Так, 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 так. Я вот путаю, иногда вот сюда сворачиваю, а она никуда не ведет, как только к этому дому. Поэтому, нет, нам нужно будет сворачивать в другую сторону. Вот, посмотрите, какая панорама здесь. Меня кто-то спросил, есть ли площадка для выглых собак. Ну вот, пожалуй, сейчас ее видно хорошо. Так. Вот он слева, этот коровник. Поехали. Что вот это за измушка на курьих ножках? Я не знаю, ребята. Вот это вот, я ее фотографировал, но понятнее мне, что это такое. Потом летом разберемся. Сейчас она не засыпана. Так, проезжаем мимо моей капеллы. Приезжаем мимо моего дома. Где-то собак изъедет. И заворачиваем теперь свою площадочку. Стояночку. Вот так. Ну что ж, дорогие друзья, мы прибыли. Это я сделаю отдельное видео, как наши покатушки. А уже фотографировать мы с вами будем, может быть, сегодня или завтра посмотрим. То есть, вот этот фут, для чего я тут это все затеял, для чего я ездил. Хорошо? Всего доброго, ребята и девчата. Пока.